Всем привет! Расскажу историю интересную. Видео будет полезно тем, кто думает, что нет никакого выхода из какой-то ситуации и не с ком это даже обсудить. Листаю ленту я Инстаграма как-то и попадается мне видео от моего любимого Гарри Вайнерчука в котором он говорит выпиши себе на листик 5 человек, которых ты считаешь оптимистами и поговори с ними на эту тему как они поддерживают этот оптимизм что позволяет им этот оптимизм поддерживать ну я забил сначала думаю, ну очередная какая-то мотивашка а потом думаю, ну да сделаю, посмотрим энергия на то, чтобы так поступить была я выписал в список друзей которых я считаю оптимистами их конечно больше чем 5 но я взял там самых первых 5 выписал созвонился с некоторыми встретился и одна девочка Ксения говорит ну вопрос странный но я даже не думала ну допустим так для начала я уже несколько лет занимаюсь с психотерапевтом психологом психотерапевтом и рекомендую тоже всем ну я себе как бы занес это в заметочки и через какое-то время в общем все эти фидбэки я собрал по-своему их переварил что-то применил себе в жизнь что-то не применил чем-то я тоже обладаю то есть чем-то я тоже занимаюсь поддерживаю разные практики для себя есть у меня определенные рутины которые я делаю по умолчанию чтобы чтобы каждый день был приятнее но с психологом и терапевтом я не занимался очень долго практически никогда кроме у меня несколько лет назад была такая одномесячная загрузка я с психотерапевтом позанимался месяц но это все как-то тема испарилась она мне не понравилась не понравилась потому что ну видимо не тот в общем не срослось как-то плюс это было на короткий период как-то не то и попал я в Украину и так как-то все сложилось так как-то все сошлось что я почувствовал что мне прям не с кем обсудить то что у меня в голове и определенное понимал что ни друзья ни родственники ни близкие ни совершенно незнакомые люди они не могут в этой ситуации что-то подсказать и я решил что надо обратиться к терапевту либо психологу написал в центр психотерапии если кому интересно я дам ссылочку внизу и мне подобрали человека с которым я начал заниматься прошло уже получается около трех месяцев и я могу сказать что тот вопрос который с которым я пришел он давно уже исчерпан я его решил мы его решили еще в первый месяц но по пути сковорнулось столько интересных моментов столько интересных вещей понятий вообще про себя что я думаю что ближайшие прям действительно ну ближайший год точно я с удовольствием буду продолжать продолжать эту всю историю давайте так давайте вот глянем на это вот с такой точки зрения я знаю что есть много кто противник этого сознательно есть противники не сознательно чем разница сознательно те кто занимался и возможно им это не принесло никаких плодов либо либо как-то навредило они считают что навредило да те которые не сознательно это те которые считают что в принципе зачем это делать если в принципе и так нормально все у меня все хорошо но есть еще еще одна категория те которые не сознательно разница в том что они не знают как это просто они предполагают что это ну чисто бабки на ветер значит для того чтобы как-то по-другому это увидеть я могу принести аналогию такую что например система допустим допустим компьютерный язык вот компьютерный язык программирования он он может написать какую-то программу да то есть через этот язык можно написать какую-то программу и эта программа она будет работать но она может работать правильно а может неправильно работать То есть она может давать сбой, а может не давать сбою. И сама по себе программа найти сбой в себе она не может. Взаимодействуя с другими программами, она что-то может где-то что-то пофиксить, да, или ухудшить. Но нужен взгляд извне человека, который понимает язык программирования, который знает, как пишутся программы и может подсказать и навести на след правильный, над чем нужно вообще поработать. Это вот первое такое, что психологи и терапевты, они помогают увидеть ситуацию со стороны. Причем эта ситуация будет, во-первых, непредвзятая, потому что от общения, допустим, с друзьями, с родственниками, со знакомыми можно попасть в такую ситуацию, когда ваша проблема, она, ну, во-первых, может быть непонятна для человека. Во-вторых, может, если она понятна, то человек может предвзято к ней отнестись и с какой-то целью, даже сам того не замечая, он может просто как-то подвести к вас к мысли, что, например, это нормально, или что это ненормально. Как она на самом деле есть, человек может, допустим, в каких-то своих интересах вам не сказать, потому что так удобнее и комфортнее вот этой экосистеме взаимоотношений с вами. Также удобна работа с психологом и терапевтом в том, что чаще всего они, не чаще всего, а как правило, это совершенно анонимное общение, в котором позволяется и при должной работе, при правильном работе с... Я буду говорить с психологом, ну, то есть мне будет проще. Я работаю с психологом. Психолог может вывести на уровень общения, в котором я совершенно не стесняюсь и говорю всё как чисто математически, то есть что я вижу, слышу, чувствую и так далее. Чего, например, с другими людьми я могу не допускать от этого. То есть я могу как-то держать прикрытым, держать краник откровенности, скажем, да, немножко призакрытым. И тут же самое интересное происходит, потому что вот этот призакрытый краник, он во всём как бы присутствует, и поэтому не позволяет по-настоящему открыть вещи, как они есть, посмотреть на них, вот так рассмотреть их, и подумать, что с этим делать, если надо. Если не надо, просто просмотреть другие вещи. И анонимность, она помогает перешагнуть и глубже копнуть, в том числе и для себя, потому что есть человек, специалист, который может вот эти вещи, которые ни с кем не были обсуждены, он может помочь посмотреть на них правильно. Как, допустим, специалист в области стоматологии, это стоматолог, если у вас что-то болит, то вы идёте к стоматологу, если зуб болит. Он ковыряется в этом всём, наводит порядок, оставляет, и вы уходите здоровы. Так и психологи-терапевты, они специалисты в своей области. Конечно, мы говорим о дипломированных, о тех, кто обучается этому делу. Это не какие-то, скажем так, свободные вебинары и свободные практики. Это прям действительно люди получают образование, и люди специально этому очень долго обучаются. И много-много-много-много сотен тысяч часов проводят, занимаясь и нарабатывая опыт. Поэтому, если мы говорим про психологов и терапевтов, это те, кто профессионально этим занимается. Что ещё? Я начал, в общем, что? Касательно себя, что я заметил? Самое первое, что начало проявляться. Я увидел, что постепенно начали отслаиваться склеенные какие-то понятия. То есть, я обратил внимание, что многие понятия, чувства, восприятия, оно склеено одно с другим. И почему-то, я даже не знаю почему, и работа с психологом позволяет докопаться почему, эти понятия, они почему-то у меня были друг другу равны. Но в жизни они могут быть вообще вот так вот. Или вот так вот. Или вот так вот. И вот эти склейки, вот эти слои, склеенные, работа позволяет расслоить, посмотреть на них, рассмотреть их и принять решение, как дальше, куда их разместить, на какие полки. В общем, для примера, самый, скажем так, от грубых до более таких, до более таких глубоких, скажем так. Бьет, значит, любит, например, да? То есть, бьет и любит, вот. Они одинаково. Но, конечно же, нет. Но кому-то это может быть прям непонятно. Ревнует, значит, любит. Разные, разные совершенно слои. Ну, скажем, еще глубже. Заботиться, значит, ну типа забота и любовь. Одно и то же, да? Вот прям склеено по жизни, да? Ну, это не, я не профессионально этот разбор делаю. Просто это те мысли, которые я гоняю в голове, то, на что я обращаю внимание. И если заботу и любовь взять и посмотреть вот так, а какого типа забота это? А действительно ли это забота, которая не предполагает ничего более, кроме как безвозмездная забота? Или это забота с определенной целью? И тогда уже сравнивать с любовью тут сложнее, потому что, ну, вдруг это просчитано, да? И глубже, и глубже, и глубже. И то есть, когда автоматически я действую, то это не обязательно значит одно и то же. Скажем, если кто-то ко мне обращается на повышенных тонах, это не обязательно значит, что это агрессия, например, да? Это, возможно, человек просит о помощи и так далее. Что-то у него болит внутри, в душе. И мы ему наступили на больной момент какой-то. И это никакого не имеет отношения лично ко мне. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот эта работа с такими ребятами, она позволяет чуть-чуть по-другому пересобрать машину, так скажем. То есть, вот работа вот эта с психологом, она как капитальный ремонт автомобиля, пересборка всего, что должно быть пересобрано. Потому что, ну, грубо говоря, едет автомобиль и едет, да? Вот едет, быстро ездишь, там. Но он иногда поскрипывает, а иногда очень сильно скрипит, а иногда не заводится, а иногда ты заливаешь в него все топливо, ты его заводишь, а он едет назад, вместо того, чтобы ехать вперед. А иногда он контактирует с другими автомобилями по какому-то совершенно неконтролируемому закону. И вот эти все штуки, они изнашивают двигатель, да? Они изнашивают автомобиль. И чтобы их, чтобы немножко приостановить вот этот износ, надо пересмотреть, что не так работает, убрать то, что, возможно, не относится к этому автомобилю вообще. И пусть он будет дальше ехать медленнее, но уже правильнее, надежнее и дольше. И разогнать скорость потом получится. Для себя я заметил, что в течение этих трех месяцев я стал более спокойным. Это точно. Но при этом смелее. То есть тут такая поразительная штука, что спокойствие и смелость, оно... Ну, вот оно типа рядом. Потому что не обязательно, если смелый, то это более дерзкий, агрессивный и энергичный. Вот как-то оно вот так проявляется. Появляется, да? Потом я начал с удовольствием выходить из всех отношений, в которых присутствуют какие-то игры, манипуляции, какие-то... Ну, какая-то... Я думаю, это... Постепенно я начну понимать, что это. Но мне оно начало нравиться очень сильно. Прям откровенно до конца изначально все отношения выстраивали. И это позволяет и мне, и человеку изначально договориться об уровне оголенности какой-то, которое позволяет каждому немножко сбросить... Не немножко, а, возможно, даже кардинально сбросить тяжесть вот этих масок, тяжесть вот этой защиты, которую нужно нести. Это круто. Это круто. Потому что она дает бонусы. Она дает... Она позволяет вас обождать и другие какие-то вещи, которые, казалось бы, блин, может, это неприемлемо. Но это же ты. Это же ты. И ты это выпускаешь. И опа, и получается, что, в принципе, этого все ждут. Ну, то, что все ждут. А человеку этого тоже хочется, скажем. И ты получаешь взаимообмен на очень глубоком таком уровне. Вот. Ну, еще начал больше принимать себя, меньше париться по поводу себя и по поводу того, что я делаю. И из-за того, что я меньше себя задрачиваю, я, в принципе, начал замечать, что, ну, и людей ты чуть-чуть меньше задолбываешь. И к людям ты относишься более спокойно. И это значит, что и им легче с тобой. И когда им легче с тобой, тебе легче с собой, так и вам вместе хорошо. В принципе... В принципе... Позитивное движение. Поэтому я с удовольствием записываю это видео. Я считаю, что оно очень грамотно вписывается в этот канал. Потому что канал этот был создан не для бабок. Не для того, чтобы показать, как бабки заработать. А он все-таки о движении, о пути. Это про путь. Про попытку понять этот путь. Как не свалиться и стать лучше, как человек. Как вписаться в эту жизнь. Принять эту жизнь. Научиться жить этой жизнью. Вот. Больше запустить разных потоков приятных, классных. Поэтому, если вам не к кому обратиться, и вас что-то тревожит, вас что-то беспокоит, вы годами не можете с чем-то справиться, вы кого-то раздражаете, вы себя раздражаете, вы боитесь чего-то, у вас что-то не получается постоянно. Вам кажется, что, допустим, что-то... Вы начали понимать, что что-то должно быть по-другому, но вы не знаете даже, что. Вот это очень для меня был таким... Ну, таким классным показателем. Я знаю, что нужно что-то менять. Я не знаю, что. Я не знаю, с какой стороны дернуть. Я не знаю, с какой стороны начать. С какой стороны подходить к этому вопросу. Не с кем об этом поговорить. Совершенно никто не понимает глубины этого переживания, допустим. Это был для меня сигнал, что, знаешь, походу, вот единственная категория специалистов это вот эти ребята. Каждому пусть найдется хороший специалист, если надо. Если вам это не надо, пропускайте дальше, заживите здоровье жизни, радуйте других людей. Всем привет! Ставьте лайки! И до новых встреч! Пока!